Друзья, Дональд Трамп взял инициативу в свои руки, и Америка еще на один шаг стала ближе к дефолту. Калифорния уже отказывается выплачивать долги в федеральный бюджет. 722 банка сообщает о потере 5,10% своего капитала, а Минфин США назвал дату дефолта 1 июня. И на фоне всего этого произошла масштабная манипуляция на биткоине. Давайте разбираться. Если потенциальный следующий президент США призывает допустить дефолта, значит дело действительно серьезное. Но давайте пройдемся по порядку. 9 мая глава Минфина Джанет Йеллен выдала критическое предупреждение, что денег у нее осталось до 1 июня и дальше придется объявлять дефолт. Я писал об этом в нашем канале в Телеграм и сделал там уточнение, что скорее всего Джанет несколько лукавит, и определенный запас прочности у них еще есть. То есть условно можно будет протянуть еще месяц или полтора за счет сокращения ряда расходов. Чтобы дефолта не случилось, нужно будет направить все деньги на выплату долгов, а экономить можно будет, отправив множество чиновников в незапланированный отпуск без содержания. Если не хотите пропускать действительно важные новости и понимать саму суть событий, можете прямо сейчас подписаться на Телеграм Коинпост по ссылке сразу под видео. А я продолжаю. Байден отреагировал на заявление Йеллен тем, что провел переговоры с лидерами республиканской партии. Тем самым данный процесс официально статовал. Как мы ожидали, вместе с нашими подписчиками в Телеграм никакого решения на этой встрече не было принято, а после нее стороны сделали заявление для прессы. Со слов Байдена поговорили очень плодотворно, и республиканцы услышали его позицию. А вот сами республиканцы рассказали, что переговоры были ни о чем, демократы не собираются искать компромисс. Следовательно, договора пока быть не может. Теперь на арене появился Дональд Трамп, который призвал республиканцев не идти на уступки, если будет нужно объявить дефолт. Вот его слова. Я говорю республиканцам, конгрессменам, сенаторам. Если они не дадут вам массовых сокращений, вам придется объявить дефолт. Речь о том, что республиканцы требуют от демократов большого сокращения расходов на 4,5 триллиона долларов, и экономить будут за счет президентских обещаний Байдена, тем самым окончательно обнуляя его шансы быть переизбранным в 2024 году. Дальше Трамп говорит следующее. И я не верю, что они собираются объявить дефолт, потому что я думаю, что демократы полностью уступят, полностью уступят, потому что вы не хотите, чтобы это произошло. Но это лучше, чем то, что мы делаем сейчас, потому что мы тратим деньги, как пьяные матросы. По сути, мы видим любимый способ переговоров от Трампа – выдвигать ультиматумы и заявлять, что он готов все разрушить, если будет не по его воле. Хочет ли Трамп дефолта на самом деле? Очень спорный вопрос. В первую очередь, ему нужно сейчас решить собственные проблемы. Например, сделать так, чтобы никто не вспомнил, как пьяные матросы нервно курили в стороне, когда в 2020 году при его президентстве были запущены вертолетные деньги, и американцы не хотели работать, потому что им выгоднее было сидеть на пособии по безработице. А еще буквально два дня назад его признали виновным в изнасиловании. Суд присяжных принял решение по делу 1990 года и присудил Трампу выплату компенсации в размере 5 миллионов долларов. В общем, его политическая карьера тоже под большим вопросом, и это на самом деле плохо, потому что между проиграть президентские выборы и стать президентом страны, которая прошла через дефолт, Трамп без сомнения выберет второй вариант. Так что время до 1 июня может быть очень напряженным, и уже действительно есть те, кто всерьез относится к угрозе американского дефолта. Например, эмитент стейблкоина USDC с капитализацией 30 миллиардов долларов, компания Circle перевела все свои резервы в краткосрочные облигации с погашением не позже 31 мая. Или другой пример. Королевская компания Абу-Даби, которая имеет фонд с активами на 790 миллиардов долларов, открыла шорт по американским акциям. Это не значит, что они все резко продадут и свалят с рынка. Пока это именно защитная реакция. То есть в случае дефолта США, S&P 500 и скорее всего биткоин вместе с ним полетят на дно. И если это случится, тогда королевская компания Абу-Даби заработает на шорте и компенсирует возможные потери от инвестиций в американский бизнес. Почему все больше людей считают дефолт США реальным? Расскажу далее. А вы можете помочь с продвижением этого видео, если мы наберем 4000 лайков. Также рекомендую подписаться на канал, кто заглянул впервые на Коинпост. Итак, пока мы обсуждаем дефолт США, один из богатейших штатов Калифорнии фактически уже объявил свой дефолт. Дело в том, что власти штата брали в долг у федерального правительства 18 миллиардов долларов на выплаты пособий по безработице. Сейчас штат отказался возвращать эти деньги. И да, формально такое событие является дефолтом. Рынки, скорее всего, проигнорируют данную новость, потому что заранее был прописан механизм возвращения кредита, если Калифорния откажется платить. Просто для штата будет повышен ряд налогов на тот срок, пока они не рассчитаются с долгами. Но если Калифорния, где находится Голливуд и Силиконовая долина, а средняя зарплата в час составляет 51 доллар, не могут расплатиться по своим долгам, значит ситуация действительно тяжелая. Еще один неприятный сюрприз пришел из банковского сектора. Согласно отчету ФРС, 722 банка имеет нереализованные убытки в размере 50% от их капитала, а 31 банк сообщили об отрицательном уровне капитала. То есть еще один даже минимальный набег вкладчиков на банке тут же приведет к новым банкротствам. Но пока эту ситуацию пытаются скрыть за счет вот таких бодрых новостей. Американский банковский сектор в первом квартале 2023 года получил рекордную прибыль в размере 80 миллиардов долларов. Рекордная прибыль. Это выглядит очень хорошо. Вот только вопрос, как именно были нарисованы такие результаты? Большая часть доходов это кредиты, выданные под высокий процент благодаря росту ставки ФРС. Занимать дорогие деньги невыгодно, поэтому мы уже видим снижение спроса на кредитование. На основании чего делается прогноз, что после удачного начала в 2023 году следующие кварталы для банков будут становиться все хуже и хуже. А еще в этом отчете была допущена интересная манипуляция. Когда рушились региональные банки, последним из них стал Ферст Репаблик. Их выкупали крупные финансовые холдинги, такие как Джи Пи Морган. Естественно, активы проблемных банков продавались дешевле их реальной стоимости, то есть с приличной скидкой. И вот ее такие гиганты, как Джи Пи Морган, дописали в отчеты как полученную прибыль. Было бы еще больше банков банкротов, была бы еще больше квартальная прибыль. Если смотреть на банковский сектор целиком, вот такая магия цифр. Думаю, на этом мы временно закроем вопрос дефолта и краха банков. И дальше расскажу про манипуляцию с ценой биткоина, когда курс резко обрушился на 5%. Вчера вышли данные по инфляции в США, которые ждали все на финансовых рынках, как главное событие этой недели. Результат оказался лучше прогноза. В апреле инфляция снизилась до 4,9%, при том, что рынок ожидал сохранения инфляции на уровне в 5%. Я думаю, все мы видели эту зеленую свечу. Вот только спустя несколько часов биткоин нарисовал нам большое падение. Давайте еще раз взглянем на этот график. Причиной происходящего были слухи, согласно которым власти США начали продавать конфискованные ранее биткоины. И очень хорошо, что их быстро опровергли и крипторынок стали откупать. Вопрос в том, почему трейдеры так сильно отреагировали на фейк, который к тому же уже недавно запускали. Мое мнение, что ответ кроется на фондовом рынке. Вчера после публикации статистики по инфляции S&P 500 показал лишь незначительный рост на 0,24%. Потому что инфляция, конечно, продолжила снижение, но ее темпы существенно упали. А значит ФРС может продолжить повышение ставки. На сейчас этот шанс существенно снизился. Фактически с 20 до 2%. Но он все еще есть. Напомню, что 3 мая после заседания ФРС рынок давал 100% вероятность того, что в июне ставку уже не будут повышать. Таким образом, можно сделать вывод, что биткоин своим ростом выше 28 тысяч банально перестарался. Потому что рынок не получил соответствующего сигнала для покупателей. Этим и воспользовались манипуляторы. Все ждали причину для обратного падения цены и ее оперативно придумали. Итого, биткоин продолжает зависеть от решений ФРС и не стоит ждать прихода настоящего бычьего рынка раньше того, как регулятор вернется к снижению ставки. Я уделяю внимание не только биткоину. Если кто еще не знает, что за сильное укрепление случилось с рублем, ответ уже опубликован в Телеграм. А ссылка на канал сразу под видео. Спасибо за просмотр. Ваш Коинпост. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова